Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В Краснодаре наградили казаков, отличившихся в Крыму и Сочи. Межведомственная комиссия приступила к плановой проверке здравниц. Гран-при Сочи. 60-я юбилейная велогонка проходит в Анапе. Сам себе автор и режиссер. Предприниматель из Ростова-на-Дону решил разобрать тротуарную плитку в центре города. Подробности о нарушении и штрафных санкциях, предусмотренных за самоуправство, прямо сейчас. В центре города в районе Центрального рынка и кафе «Пассаж» сотрудники администрации зафиксировали факт самовольного разрытия территории. Предприниматель из Ростова-на-Дону самостоятельно решил и приступил к демонтажу тротуарной плитки и подготовил строительные материалы. Проверяющих заверил, все документы в порядке, разрешения на реконструкцию территории получены. При проверке оказалось, документов нет. Закон Краснодарского края не допускает проведения таких видов работ без разрешительной документации, выданной органом местного самоправления. То есть, по сути дела, у предпринимателя должен был быть орден на разрытие, который выдает администрация. Составили протокол о нарушении, предприниматель должен оплатить штраф в 30 тысяч рублей. Если нарушитель не согласен с таким решением, может обжаловать в судебном порядке. И вместе с тем запомнить, законы действуют для всех одинаково. Кто намерен проводить разрытие территории, то есть территории общего пользования, это улицы, парки, скверы, без разрешения, они должны иметь в виду, что органы местного самоправления пускать эту ситуацию на самотек не намерены. И в каждом конкретном случае будет проводиться разбирательство, выяснение причин и, соответственно, будет действовать принцип неотвратимости наказания. Каждого нарушителя привлекут к ответственности власти Анапы, поддерживают законопослушных граждан, идут навстречу и помогают в решении проблем. Двери органов местного самоправления открыты для всех желающих. То есть тот предприниматель, либо предприятие, которое нуждается в проведении работ по разрытию, оно должно обратиться в первую очередь в управление ЖКХ, обозначить суть проблемы, предоставить все необходимые документы. В случае каких-то сложностей работники администрации всегда готовы оказать помощь. Добросовестным хозяйствующим субъектам мы всегда окажем помощь, расскажем, подскажем, примем все необходимые меры, для того, чтобы цели и задачи, которые стоят перед предприятиями, работающими добросовестно на территории города Анапы, они будут решаться совместно с властью. Строительные работы на объекте прекращены, вопрос остается на контроле администрации. Строить и перестраивать здания по закону дешевле материально, к тому же чистыми остаются репутация и совесть. Кубернатор Кубани Александр Ткачев вручил награды казакам, защищавшим мирное население Крымского полуострова после государственного переворота в Киеве. Награды получили члены казачьих дружин за охрану порядка в Олимпийском Сочи. Из столицы Кубани Краснодара наш следующий сюжет. Краснодарский край одним из первых в стране принял необходимую законодательную базу в отношении казачества. У кубанских казаков появилась возможность нести государственную службу, развивая традиционную культуру, воспитывать детей и молодежь в духе патриотизма. Казаки, конечно же, стали неотъемлемой частью повседневной жизни Кубани. Мы первыми в России создали казачьи патриотизм для охраны общественного порядка на улицах, парках, на площадях, скверах, на рынках. И всего за год доказали, что казаки на такой службе нужны. 500 кубанских казаков помогали обеспечивать порядок во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Работу дружинника высоко оценило руководство МВД России. Кубанские казаки первые откликнулись на призыв крымчана помощи. Добровольно уехали охранять и сохранять порядок. В Кубанском казачьем войске нашлись целые тысячи отличников. 500 из них – это казаки Таманского отдела нашего войска. Наши казаков до сих пор благодарностью вспоминают Севастополь, Симфороха, на Берекопе, в Турецком валу, Чангаре. И мы тоже гордимся вами. Медали Героя Труда Кубани удостоен Иван Безугла, атаман Таманского районного казачьего общества и казачий генерал, атаман войска Николая Далуда. От имени депутатов Кубанского парламента за отвагу и верность службе казаков поблагодарил Владимир Бекетов. Казачью дружин Анапского районного казачьего общества наградили дипломом первой степени за первое место в осуществлении мероприятий по защите государственной границы. Впереди у Кубани не менее важный период – курортный сезон. В это время краю также необходима помощь казаков. Нам придут миллионы туристов и все вместе мы обязаны сделать их отдых в безопасных комфортах. Наши гости должны знать, что казаками они в полной безопасности. Губернатор Кубани Александр Ткачев подчеркнул, казачество и дальше будут поддерживать, увеличивать количество дружин и доверять казакам охрану безопасности важных объектов. Кубанские производители представили на ежегодной ярмарке свои лучшие продукты – молоко, колбасы, мясо, овощи и фрукты. На торжественном открытии сельскохозяйственной ярмарки побывала наша съемочная группа. Ежегодная выставка-ярмарка в Анапе проходит пятый раз. 53 предприятия Кубани представили более 2,5 тысяч наименований товаров. Здесь же руководители крупных здравниц заключают договоры на поставку качественных кубанских продуктов. Лариса Таратута не первый раз приезжает на выставку-ярмарку. Знает, как в таком разнообразии продуктов сделать правильный выбор. Мы посмотрели, сколько у нас продукции. Продукция вроде на взгляд одинаковая, но по вкусам, естественно, у всех разная. Поэтому нам нужны для наших предприятий таких общественного питания и для наших санаторий. Обязательно нужно, чтобы мы могли знакомиться с нашими новшествами и тем более нашего Краснодарского края. Предприятия Кубани расширяют рынок продаж, используют современную фасовку, упаковку, улучшают товарный вид. Губернатор Кубани Александр Ткачев поставил задачу – жителей и гостей края обеспечить продуктами кубанских производителей. Чтобы наши потребители непосредственно предприятия торговли, санаторно-курортный комплекс видели всю линейку ассортиментную. Потому что в магазин заходишь иногда, видишь только 3,5 наименований продукции. В то время как предприятие выпускает по 400 до 500 наименований продукции. На выставке-ярмарке представлена молочная, консервированная плодово-овощная продукция, кондитерские колбасные изделия, безалкогольные крепкие напитки. Все в одном выставочном павильоне. Сам не поедешь, правильно? А нужно узнать и хочется узнать побольше. Здесь не только можно узнать о новинках производства, но и на месте договориться о сотрудничестве, обсудить цены и сроки доставки товаров. У меня магазин, вот мне интересно посмотреть каких-то новых производителей. Вообще все интересно, вот набрала очень много прайсов, будем работать, созваниваться, очень интересно. Представители предприятий малого и среднего бизнеса Кубани на выставке находят новые рынки сбыта своих товаров, расширяют торговые связи. Мы город курортный, мы принимаем большое количество отдыхающих и мы заинтересованы в том, чтобы наши здравницы и наши отдыхающие делали хорошую качественную продукцию. Только один день, 3 апреля, в Центре культуры Родина лучшие производители на Кубани представили самые вкусные и полезные товары. И к другим темам. В санатории «Жемчужина России» состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке предприятий и учреждений санаторно-курортного и туристского комплекса «Анапы» к сезону 2014 года. Межведомственная комиссия проверила детские здравницы на готовность к курортному сезону. Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в санатории «Вита» и «Дюна». В составе комиссии представители администрации, специалисты медицинской службы, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС, МВД, ГИМС. Специалисты проверили материально-техническую базу и благоустройство территорий санаториев. Отчитались руководители здравниц о выполненных работах по подготовке к летнему сезону. Есть моменты, на которые надо обратить внимание. Это охрана, это видео о наблюдении, это изолятор, это пляжи. Везде понемножку набегает вот такая ситуация. Перед руководителями здравниц поставлены конкретные задачи и сроки их выполнения. Следующая проверка подготовки санатория в прием у отдыхающих контрольная. Все вопросы, которые мы задали, уделите внимание, почему проводим эту межведомственную комиссию. Ведь потом на совещании, которое будет проводить глава, это будет вслух все сказано в зал, где будет сидеть 500 человек руководителей здравницы. Проверки проходят еженедельно. По итогам работы комиссия примет решение о допуске каждой здравницы к открытию. Продолжаем выпуск. Людей, страдающих от наркотической зависимости, на Кубани стало меньше. Такую статистику привели на заседании антинаркотической комиссии Краснодарского края, прошедшей в режиме видеоконференции. На заседании подвели итоги работы за 2013 год. По отношению к среднероссийскому показателю количество людей, страдающих наркозависимостью в крае снизилось. Теперь на 100 тысяч населения Кубани приходится 208 наркозависимых. В прошлом году силовики выявили более 8 тысяч преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Общий вес изъятых синтетических наркотиков за неполные 3 месяца превысил 10 килограмм. Активно развивается интернет-торговля наркотическими веществами. И на этом рынке наркополиция ведет успешную борьбу. В ходе мониторинга интернет-среды с начала 2013 года, в настоящее время, выявлено 142 сайта и 238 объявлений о продаже наркотиков. Прикрещена деятельность 54 сайта, удалено 58 объявлений. По остальным велась и продолжается оперативная работа. Тревожным сигналом стал рост преступности среди молодежи, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Осужденных за это кубанцев в возрасте до 29 лет с 2012 года стало больше на 2%. Поэтому члены комиссии дали поручение главам муниципалитетов активнее заниматься профилактикой наркомании в своих районах. Наиболее сложное положение отмечается в городе Армавире, Крыловском, Кущевском, Ленинградском районах края. Она посреди лидеров, как по профилактике наркомании, так и по борьбе со смертельным зельем. Жесточайшие меры к наркопритонам, жесточайшие меры к выявлению источников наркозбыта, кто сбывает, где сбывает, в каком местах их хранения наркотиков. Вот это основная задача наша с вами на сегодняшний момент. Фестиваль, который у нас, вы помните, в Благовещенке, он нам принес значительный рост наркопреступлений. И мы об этом прекрасно с вами знаем. Выявляемость там была очень большая, наркозависимость, в том числе и ловили тех, кто сбытом занимался наркотиков и тех, кто употреблял. В городе-курорте проводят серьезную профилактическую работу. Жители Благовещенки и анапчане собирали подписи против проведения фестиваля Кубана в станице Благовещенской. В этом году участники фестиваля соберутся в поселке Веселовка. Спортивные новости в продолжении выпуска. В Анапе завершился второй этап велогонки Гран-при Сочи. Победитель этого этапа – гонщик проконтинентальной команды «Русвело» Роман Майкин. Подробности гонки в сюжете. Россиянин Роман Майкин преодолел дистанцию 128 километров за 3 часа, 3 минуты и 9 секунд. Его напарник по команде Игорь Боев занял второе место, а замкнул тройку лидеров гонщик из украинской команды Виталий Буц. Лучшим горным гонщиком второго этапа, как и накануне, 1 апреля, стал представитель украинской команды АСД Александр Шейдек. Желтую майку сохранил победитель первого этапа Сергей Лагутин из команды «Русвело». Особенность велогонок Гран-при Сочи в этом году – новый дополнительный этап. Индивидуальная гонка в окрестностях Анапы. Участники соревнования преодолеют дистанцию 22 километра. И это все новости на сегодня в завершении выпуска. Прогноз погоды. В четверг 3 апреля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 4,8, ночью до плюс 2 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин